Приветствую вас! Сормально можно разделить вашу проблему на две составных части. Это проблема касающаяся того, что вы не можете построить отношения с мышцами, то есть у вас не получается с ними как-то сблизиться, как-то построить те отношения, или лучше сказать, такой тип отношений, которые вас бы устраивал в большей степени. Вот. И второй аспект, вторая причина заключается в том, что вы хотите выйти замуж. То есть вот эти два момента являются ключевыми. И на самом деле вам, наверное, могло показаться, что я имею в виду, что для того, чтобы выйти замуж, нужно решить сперва первую проблему. Но в действительности, в действительности, я вам хотел бы сказать такую, на мой взгляд, важную вещь, которая, ну, может быть, приоткроет немножечко чашу весов, может быть, перевесить чашу весов в сторону ваших приоритетов. Сначала ответьте себе на вопрос, для чего вы хотите выйти замуж, что вам нужно, что вы хотите получить через замужество. Вот это самое главное, на что вам нужно дать себе ответ. Потому что, понимаете, в чем дело, на мой взгляд, основная проблема того, что вы не можете построить отношения с мужчинами, заключается как раз-таки именно в том, что вы хотите замуж. То есть, мужчины для вас, это обязательный, ну, обязательное, обязательное средство для того, чтобы вам выйти замуж. Поэтому вы забываете, скорее всего, вы забываете, я не думаю, что вы забываете специально, я не думаю, что вы делаете это осознанно, но, тем не менее, вы забываете о том, что, как бы, замужество, ну, или другими словами, можно сказать, брат, это не саму цель в отношениях. Замужество – это естественная форма развития отношений. И если вы сразу хотите выйти замуж, прям сразу хотите выйти замуж, то совершенно очевидно, что у вас же есть какое-то идеальное представление о замужестве, идеальное представление о том, каким должен быть брак. И вполне вероятно, что вы сравниваете, вот, например, возможного мужчину, возможного кандидата на роль вашего мужа, вы сравниваете его с моим предыдущим мужем, с тем браком, который у вас уже был. А поскольку при сравнении всегда есть некоторый элемент идеализации, идеализации первого, то есть идеализации тех отношений, которые у вас уже, например, закончили, то новый мужчина, даже если он, в принципе, подходит на, ну, подходит вам, он, скорее всего, оказывается в проигрышной ситуации, просто потому, что у него нет шансов, ведь вы сравниваете его с тем, с кем отношения у вас уже закончены. И отсюда вывод, что встречаться с мужчиной и строить отношения для замужества, вот именно подобный подход к данному вопросу, это не то, что вам принесет, ну, сколько-нибудь удовольствия, сколько-нибудь наслаждения и сколько-нибудь успеха. Потому что отношения с мужчиной не гарантируют вам брака. И чем больше вы, например, думаете про брак, чем больше вы, например, стремитесь, допустим, чем больше вы стремитесь к нему, к врагу, тем больше у вас вероятность не получится, выйти на замуж не получится. Потому что вы много сил тратите, эмоциональных сил тратите на то, что вы именно хотели, то есть вы именно хотите брака. При этом вы, желая, собственно, выйти замуж, желая выйти замуж, вы забываете немного о том, для чего вообще отношения и как они устраиваются. То есть об этом в жизни немножечко забываете. И это на самом деле не ваша вина. То есть нету какой-то цели, да, обязательной вас обвинять в том, что вы, например, там, ведете себя неправильно, неверно и так далее. Я понимаю, что вы хотите выйти замуж, но для чего? Ведь получается, смотрите, что вы чего-то хотите, вы представляете себе, чего вы хотите. И вы по всей вероятности хотите получить это именно в той форме и так, как вы это представляете. Если мужчина вам этого дать не может, то он автоматически для вас, ну, превращается в того, кто не подходит. При этом вы даже не даете ему шанс, например, раскрыться и показать вам, что он может принести именно в ваши отношения что-то новое, что-то интересное, что-то совершенно другое, уникальное, индивидуальное, присутствующее только ему. Вы это в нем пресекаете, причем пресекаете вы это в нем, знаете, как, пресекаете вы это в нем неоскотно, скорее всего. Там все ваши желания, они, пожалуй, здесь играют достаточно большую роль. И завершая этот момент, хочется сказать, что любой мужчина не обязан обеспечивать вам замуж на свои брак. То есть у вас либо получится с мужчиной что-то построить, и это неизвестно, что будет. Либо это брак, либо это гражданский брак, либо вы будете просто встречаться. Здесь как бы нельзя гарантировать. То есть мужчина еще должен захотеть на вас жениться. И вот что бы он захотел, вам нужно изменить свою модель поведения. А как изменить свою модель поведения? Ну, во-первых, не быть зависимой от мужчины в том, что вы хотите от него получить. То есть условно говоря, то, что вы стремитесь для себя получить через замужество, вот именно этот момент вам желательно быть для себя пояснить отдельно. Что это значит? Ну, вообще, так говоря, это означает, что то, что вы хотите получить через замужество, вам нужно получить самой. Либо это уверенность в себе, либо это какая-то эмоциональная подпитка, либо это что-то еще, ну, вы, наверное, лучше знаете, что именно это, и так далее. И вот это, то, что вы хотите получить именно выйдя замуж за мужчину, главное не получится, не получится самостоятельно. Только получив это самостоятельно, у вас по сути дела будет шанс, будет шанс выступать в отношениях, я бы сказал, ну, независимо, и мужчина не будет ощущать себя средством, мужчина не будет ощущать себя средством для, ну, для достижения именно ваших целей. А пока именно так вы его, скорее всего, и представляете, то есть он ощущает себя стрессом, что вы хотите выйти на него замуж. Это мужчина, может быть, не хочет этого, или, может быть, не готов, или что-то еще, то есть ваше желание не совпадает, и в результате отношений не получается. И вам не понимаете, что мужчина и не должен вам этого давать, по крайней мере, изначально, и, по крайней мере, чисто для вас. Значит, необходимо подняться на уровень выше, то есть одному жеству, это форма удовлетворения ваших желаний, и если мы представляем замужество как форму удовлетворения ваших желаний, то, поднимаясь на уровень выше, мы определяем, чего вы хотите, и пытаемся добиться этого другими способами. Далее, если предположить, что замужество для вас это не форма удовлетворения желаний, а есть само желание, надеюсь, вы понимаете разницу, то тогда нужно сказать так. Если человек хочет вот эти ну, вы не обижайтесь, пожалуйста, но в ответах на вопросы я очень не часто, но периодически вижу такой вопрос, что делать, если я, например, пишет женщина, что делать, если я, например, хочу выйти замуж, и собственно хочу семью, да, вот, что мне делать? И на этот вопрос лично я стараюсь отвечать примерно так, что и семья, и дети, ну, в данном случае вопрос детей как таково не стоит, но тем не менее, и семья, и дети это форма, это форма естественного развития ваших отношений с мужчиной. И нельзя хотеть и стремиться сразу к этой форме. Вперва нужно пройти все необходимые этапы отношений до этого. И только сделав это, пройдя эти этапы, вы можете рассчитывать на дождь, у вас это будет, но это не гарантировано. И проблема еще заключается в том, немаловажная на мой взгляд проблема заключается в том, что когда, ну, человек, это ведь может быть не только женщина, да, это может быть и мужчина, в принципе. Так вот, когда человек хочет для себя вот именно какой-то формы отношений, например, тоже, даже семья, да, то у него всегда, и по-другому не может быть, у него всегда есть некая идеальная форма. У человека есть идеальная форма этих отношений. И волей-неволей такой человек будет эту идеальную форму отношений для своего партнера продвигать. Если, например, вы считаете, что в семье в обществе там у женщины есть ну, свое определенное место, свои определенные обязанности, а мужчины так не считают. Но вы, когда хотели замуж, уже рассчитывали на то, что вот это у вас будет, то есть будут именно вот эти обязанности, распределение этих обязанностей и прочее, то вы, естественно, будете полны ожиданий. Ожиданий того, что вам вот это будет. И если этого не произойдет, это совершенно спокойно может не произойти, потому что, как я уже сказал, любой партнер, он вкладывает в отношения что-то свое, и нужно это иметь в виду всегда, что любой партнер, он приносит в отношения что-то свое, и вам нужно быть готовы это принимать, если только вам это не несет вреда, но это уже момент немного, я бы сказал, другой, то есть это другая сфера чуть-чуть, вот, и фант вероятность, что то, как вы представляли для себя изначально, например, то же замущество, совершенно не будет похоже, совершенно не будет таким, каким вы себе его представляли. и в итоге, ну, надеюсь, не нужно говорить, напоминать, что в итоге будет у вас разочарование, будет у вас фрустрация, потому что вы не будете получать того, что хотели, и отсюда будут проблемы. Таким образом, нужно понимать, что если вы именно хотите замужество, именно хотите замуж, то в первую очередь нужно понимать, для чего, и понимать, что именно хотеть, именно хотеть замуж, ну, лучше все-таки не, ну, не стоит хотеть, именно хотеть замуж, потому что объективно, объективно, это форма, естественная форма развития ваших отношений, с мужчиной, конечно, и если хотеть эту форму, то эта форма становится как бы саму целью, а саму цель в данном случае, это только вредит отношениям, потому что выставлять их, эти самые отношениям, ну, как репродуктивные задачи, то есть, как задачи, у которых нужно выполнить типовыми средствами, а люди типовые отношениям, репродуктивные отношениям, не индивидуализированные к себе, не воспринимают. Это в том, это только что касается аспекта именно отношений, именно отношениям, именно отношениям, к тому, точнее, что вы хотите замуж. Дальше. Для того, чтобы мужчина захотел на вас жениться, нужно, чтобы вы, и это, пожалуй, очень важно, позволяли ему рядом с вами чувствовать себя мужчиной. То есть, чтобы он рядом с вами ощущал себя тем, кто он есть. это тоже очень, очень важный аспект, важный момент отношений. И тогда мы определяем с вами, например, каких отношений вы хотите, какие для вас идеальные отношения, какие для вас отношения самые, допустим, самые правильные, самые приятные именно для вас, какие отношения вы хотите для себя и так далее. То есть, момент заключается в том, чтобы вы определили по сути, по сути, свою позицию, позицию в отношениях. Для чего? Позиция в отношениях нужна для того, чтобы, ну, я бы сказал, чтобы понимать, какую роль вы отводите мужчинам в отношениях с вами и чего вы от них ожидаете, чего вы от них хотите. И когда, если вы для себя этот момент определите, вам уже будет понятно, как мужчина может себя проявить в отношениях что он должен и может сделать. И если вы это для себя определите, то у вас появится возможность в отношениях, в общении с мужчиной, помимо всего прочего, помимо того, что, например, вы будете иметь там друг с другом что-то общее и так далее. Помимо вот этих моментов вы еще будете мужчине, по сути дела давать возможность себя проявить, давать возможность отчувствовать себя мужчиной и занимать в отношениях ту позицию и то место, которое он хочет занимать. И тем самым вы будете давать ему то, что ему нужно именно по гендерным признакам. И это обеспечит его привязанность к вам. для этого нужно все-таки определить именно эти важные на мой взгляд моменты. Теперь далее. Что касается того, что вы разведены. Развод это психодрама. Думаю, что вам ответил один из коллег. Я думаю, что кто-то из них обязательно это вам сказал. Развод это психодрама. И соответственно вы возможно не пережили развод, возможно вы не излетели из него опыт, возможно вы до сих пор переживаете, возможно вы до сих пор имеете какие-то обиды на своего мужа, возможно у вас изменилось типовое отношение к мужчинам вообще. Если это так, то с этим тоже нужно что-то делать. Если это так, то это нужно исправлять, гармонизировать и корректировать. Ну и пожалуй последнее, что я хочу сказать, это то, что вот когда вы начинаете общаться с мужчинами, важно чтобы у вас было как можно больше общего. И поскольку ваши вопросы достаточно короток, или лучше сказать краток, то отдельно хочется вас спросить а вот что вы готовы мужчине дать? почему мужчина должен быть именно с вами? Какие у вас интересы общие с мужчинами могут быть? Что вас может объединять, сближать и так далее? Чем больше общего у вас с людьми и с мужчинами, чем больше вы чем более активную позицию социальную вы занимаете, чем больше активность разносторонне проявляете, тем легче вам найти точки соприкосновения с людьми и с мужчинами в частности. и тем больше вас объединяющих моментов с мужчиной, чем ему с вами интересно и тем больше вероятность, что вы будете вместе. Понимаете? то есть тут вам возможно требуется подкорректировать еще и этот момент. На мой взгляд момент достаточно важный. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!